Консультация 7 июня В 11 часов аудитория 70 Раньше называлась Ленинская, а теперь называется имени профессора Как называется, как зовут профессора? Мавродина Его сын учился со мной в одном классе Что я и запомнил Так, дальше Значит, музеологи 15-го сдают экзамены 64-я аудитория в 11 часов В 11 часов Свежие, только что полученная информация от Валерии Робертовны Так что, все, порядка Вот А 13-го и 14-го сдают историки В лектории Так, теперь у нас Начинаем новую тему Поскольку у нас сегодня последнее занятие И тема будет комплексная Это рассмотрим те вопросы, которые есть в программе И которые мы еще не рассмотрели Это нация, культура и цивилизация Нация, культура и цивилизация Начнем с вопроса о нациях Значит, надо отличать нацию от всяких других аналогичных понятий Которые так или иначе связаны с национальной тематикой Есть, кроме нации, есть национальность Есть народности Так Есть племена Есть расы И вот Среди вот всех этих понятий Наиболее важным является понятие нации Поскольку понятие нации Оно Отражает те исторические изменения Которые произошли с развитием Прежде всего товарного хозяйства И капиталистического общества Когда стали образовываться рынки Тогда многочисленные национальности По существу получили единый язык Единую экономику Единую территорию Обрели общую культуру Ну и имеют они и общую Тем самым и общий склад Характера Психический Поэтому Если говорить об определении нации Это определение звучит так Нация – это общность людей Основывающаяся на общности Экономики Территории И языка И культуры Если какого-то Из этих признаков нет То вот эта общность Которая похожа на нацию Она нацию не образует Это с одной стороны С другой стороны Обратите внимание Что в понятии нации Нету Никаких кровнородственных признаков Никаких То есть Если речь идет о нации А не о национальности То никакой общности по крови Здесь речь не идет Общность по крови Идет тогда Берет свое внимание тогда Когда мы говорим о национальности Когда мы говорим Какая у вас национальность Мы имеем в виду Людей, которые Как бы свою национальность Передают кровнородственным путем Если у вас родители русские То и дети русские Если родители немцы То и дети немцы А если один из родителей Русский, а другой японец То получаются Такие русско-японские Дети Которые могут себя записать Русскими Могут записать Себя Японца Пример Хакамада Но Сейчас это никуда не записывается Хотя вот В советское время В паспорте писался Не только адрес И место работы И Национальность Так сказать Важно знать Национальный состав Населения Как показывают Наши события В нашей стране И в других странах Поэтому Можно это не фиксировать Закрыться от этих проблем Национальных И делать вид Что их нет Но они все равно есть Сейчас Определение национальности Проходит очень просто Только Во время переписи Приходите вы Переписывать население И Спрашиваете меня Какой я национальности И все И записываете Мой ответ Вот и таким образом Выясняется национальность Вот придете вы ко мне И спросите Какой я национальности Спросите Какой я национальности Буркина Фасо Или Занзибар Могу сказать Южноафриканец Как угодно То есть Скажем На сегодняшний день Никаких Так сказать Других Оснований При определенной национальности Не имеется Поэтому В общем Мы имеем Пробледительное Такое представление О том Какова структура По национальностям А вот что касается Нации Здесь очень четкие понятия Если человек Проживает на этой территории Где живут и другие люди Он Вошел в единую экономику Он Разговаривает на едином языке И вошел в культуру Соответствующую То он Вот является представителем Этой нации Поэтому нации Бывают Разные И вхождение Нации Или Как бы Выхождение из нации Тоже имеет место Ну вот допустим У нас Какие-то наши граждане Российские Уехали В другую страну Допустим Соединенные Штаты Америки Какой нации Они принадлежат Ну сначала Они вроде как Воспринимаются Как русские Но они Говорят там И быстро Осваивают Английский язык Говорят По-американски В чем разница Между американским И английским Не заметили Мне приходилось Общаться С гражданами Разница в том Что Ну вот такое положение Богатой Страны Господствующим Над миром Оно даже В языке В манере Говорить Выражается У американцев Если вы спросите Англичанина Как вас зовут Там What's your name Он скажет My name is Michael А если вы спросите Американца Он Если вы же спрашиваете Что он будет Рот широко открывать Он говорит My name is Michael И люди Которые Принадлежат К разным Классам И к разной Позиции Имеют Манера У них В общем Примерно Одинаковые То есть Есть особенности Ну говорят Конечно Американцы На английском языке Если человек Приступил на работу Значит он Вошел В американскую Экономику В американскую Культуру Поскольку он Там смотрит Фильмы Ходит в театр Читает Книги На английском Мазыке И он По всем Параметрам Является Американцем Но Каким Американцем Запустим Российского Происхождения А может быть Американец Украинского Происхождения А может Американец Мексиканского Происхождения А может быть Американец Африканского Происхождения Например Предыдущий Президент Американский Явно Видно По его Так сказать Структуре Его фигуры Лицах Что у него Предки Африканцы И жена У него была Негритянка Мишель Ну а они Кто такие Американцы И вопрос Происхождения Никак не Входит В понятие Нации Значит Какой Самый важный Вопрос В отношении К нации Надо Иметь ввиду Рассмотреть И знать И знать На него Ответ Какие У нации Есть Права Вот если Нация Соединяется У них Есть Право Соединиться В более Крупную Более Крупное Государственное Образование Да То есть Могут Быть Мононациональные Государства Состоящие Из одной Нации А могут Быть Многонациональные Государства В которых Много Наций Например В Бельгии Две Нации И Одни люди Говорят На французском Языке А Другие На нидерландском А нидерландский Такой Какой-то Такой Похоже Немножко На английский И немножко На немецкий Такой Средний Такой Допустим Если вы По-английски Скажете Дёрти Грязный То будет По-нидерландски Дёрти А по-нидерландски Английски Означает Энгельс И так далее Есть Свои Особенности Ну и Для того Чтобы Было Равенство Там Представителей Французской И Нидерландской Части Населения То Все Собрания Там Митинги Заседания Они Дублируются На одном И другом Языке Обратите Внимание Что Если мы Начнем Говорить О разных Представителях Разных Наций Вот мы Русские Когда мы Говорим По-русски То мы Все нации Называем Прилагательным Простите Существительным Американец Швед В шестнадцатом Малороссии Великороссии Малая Белая Великая Русь Так А соответственно Вот Вы кто По национальности Как назывались Великоросс Я Великоросс Вот Ленин Заполнял Анкету Там Писал Какое Занятие У него Публицист Национальность Великоросс Вот Интересно Что Вот это Понятие Великоросс Не случайно Является Потому что В пределах России Если не брать Даже Малороссию То есть Украину Не брать Белоруссию Червонороссы Еще это Закарпатские Да Карпатские Русины Если их Не брать То На территории Великороссии Прорывает Очень много Представителей Разных Национальностей Правильно Удмурты Вот Например Где Родился Чайковский Великий Русский Композитор Удмурти Вот Татарстан Как Татария Это Что Часть России Башкирия Часть России Чуваксары Это Столица Чего Чуваши Чуваши Тоже Часть России И так Далее Есть Марийцы Сейчас Они Называются Это Республика Марий Толица Я был Знаком И сейчас Знаком Хорошо С Товарищем Тимофеевым Который Был Марийц Родился В городе Волшеск Вот он Марийц Здесь работал Матросом У нас В порту Потом Докером Больше Полутора Десятков Лет Киргиз Киргиз Всего Почему Потому что Идут В русскую Школу У них Русские Друзья Русские Сверстники И так Далее И кто Эти Дети Будут По Национальности Какой Нации Они Будут Принадлежать Это Будут Русские Киргизского Происхождения Наполовину По крайней мере Киргизского Наполовину Русского Вот у нас В поликлинике Которая Обслуживает Наш Некорайон Замечательный Участковый Врач Индиец Бахар Бардж Вот Он Сейчас Является Заведующим Отделением Жена У него Русская Я видел Фотографии Его дочери Очень Красивая Симпатичная Девушка С чертами Индийскими И русскими Одновременно Ну Они все Говорят На Русском Язике Жена Она Русская Понятно Он конечно Может говорить И на Индийском Язике Дочка Преимущественно Уже на Русском Совершенно Понятно Вот Вот он Является Теперь Уже Русским Индийского Происхождения И он Не просто У нас Вот какое-то Время Он уже Вот был Участковым Врачом Лечил Только В основном Русских Теперь он Является Заведующим Отделением Амит Кумар По Хорвач Некоторые Приходят И посмотрят Заведующие Деление Кто такой Очень толковый Очень способный Талантливый Интересный Я не случайно Сказал о Киргизии Потому что В Киргизии Принят закон По которому Русский язык Наравне Идет С Киргизским А что касается Фактического Преподавания То преподавание Русского языка Даже лучше Поставлено Чем преподавание Киргизского Поэтому Вот такие Тесные связи С Киргизией Имеются Существует Такое Право Демократическое Которое Называется Право Наций На самоопределении Мы должны Об этом Обитательно Подумать Что означает Право Наций На самоопределение Вот если есть у меня Право На самоопределение Означает ли это Что я должен Отделяться Право На самоопределение Вплоть до отделения Или не означает Некоторые понимают Что вот Такое Такое Вот положение Теоретическое Что право Наций На самоопределение Надо признание Право Наций На самоопределение Это условие Самого тесного Соединения И сближения Разных наций Вот если мы с вами соединяемся в некое единое государство, то мы соединяемся на какой основе? Вы признаете мое право отделиться, если мне не понравится этот союз? Если вы не признаете, я с вами соединяться не буду. Или, допустим, мы вас призываем вступить в наш общий союз вот трех государств. А вы спрашиваете, а право у меня останется на самоопределении вплоть до отделения? Я говорю, нет уж, если мы вступаем, то все. Нет, если все, то до свидания. Когда вот Ленин разбирал национальный вопрос, он приводил пример с семьей, с браком. То есть вот если муж и жена вступают, или юноша и дедушка вступают в брак по любви, у них право это есть на выход из брака? Есть, право есть. Потому что если права нет, это значит расторгнуть брак нельзя, а люди друг друга уже ненавидят. И поэтому это вот была очень большая проблема в царской России. Брак нельзя было расторгнуть. Сейчас брак можно, но это призыв к расторжению брака или наоборот признание того, что нельзя удерживать кого-либо в браке, насильно. Правильно? Силой. Только... Ну, это сложная была очень история. С чего позволения можно было? То есть надо было получить соответственно... Ну так можно было, но это сложно было. Потом брак был какой? Гражданский или церковный? Церковный. Ну и как церковь к расторжению брака? Но на православной церкви можно венчаться трижды. А? Трижды можно венчаться. Венчаться это одно дело, а разводиться... То есть это часть, церковный брак, трижды можно? Можно. Можно. Но развестись было очень сложно. А трижды можно венчаться. Если можно венчаться трижды, это не значит, что вас трижды разведут. Как это? Ну так. Так что вот вероятность того, что трижды будут люди венчаться, очень мала, потому что вероятность развода была очень малая. Вы если посмотрите, какие проблемы возникали, и как сложно было развестись людям в царской России. А сейчас эти люди подают заявление и разводятся через... Ну сейчас-то тоже сутра занимается этим делом? Сутра? Как делится имущество в случае расторжения, брака и так далее? Ну сам принцип здесь какой должен быть? Только тогда брак может быть крепким, если каждая сторона знает, что она имеет право на выход из этого союза. То же самое применяется и по отношению к нациям. То есть нации могут заключать союзы, но каждая нация, если это нация, потому что вот я переговорил здесь об Удмурте, о татаре, и они нацией не являются. Почему? Потому что нет никакой отдельной Удмуртской экономики. Там делаются ракеты для всей России. Нет никакой особой татарской экономики. Все это российская экономика, есть общероссийское разделение труда. И нет никакой чувашской отдельной экономики, которая вот эта небольшая часть населения на Волге, тем более никто там не испытывает никаких притеснений и теней и так далее. Вот. А право на отделение, скажем, в Советском Союзе имели Союзные Республики. Они все были не включены в территорию России, а они могли отделиться, так сказать, уйти, не сделав дырку в территории России. То есть право – это отрицательное, так сказать, понятие. То есть право имеется, но это вовсе не значит, что им надо пользоваться. Но право надо иметь для того, чтобы Союз был прочным. А призывать надо к чему? В национальном вопросе как? К чему ведет? К чему идет дело в связи с развитием общественного характера производства, с развитием экономики? Дело идет ко все большему и большему обмену и все большему и большему национальному соединению. Поэтому прогрессивная тенденция – ассимиляция вовсе, а не разделение. И ассимиляция только тогда отрицательная имеет смысл, когда она принудительная, когда кого-то заставляют насильно изучать какой-то язык или насильно изучать культуру другого народа. А сам по себе процесс взаимообогащения представителей разных национальностей и разных наций, он является весьма положительным. Большую роль может сыграть здесь именно та нация, которая является самой крупной, самой в этом смысле развитой. Но возьмем, скажем, ситуацию, которая имеется у нас в нашем Дагестане. В Дагестане каждая гора, на каждой горе может небольшое национальное образование со своим языком. И они между собой, чтобы общаться и другому понимать, ему желательно говорить по-русски, потому что эти языки разные, они еще могут друг друга не понять. Поэтому вот такую большую роль, скажем, русские сыграли большую роль в том, чтобы народы Севера получили письменность. У них письменности не было. Поэтому этот процесс соединения наций, сближения наций, он является естественным процессом, он вытекает из развития экономики. Экономика сейчас, как вы уже понимаете, носит всемирный характер. У вас вот компьютер стоит, из какой страны? Кто сделал вам компьютер? Китайцы. Что вам делали для его? Китайцы. Так, скажем, плача кто делал? Даже люди не знают, кто это делал. В России делали, не в России делали. И так далее. Оба. Вы можете получить из самых разных стран. И то, что делается в Китае, тоже может быть частично в Китае, частично не в Китае. Скажем, программное обеспечение может быть американское. Кто делает программное обеспечение в Америке? Русские, которые уехали у нас с математикой механического факультета. Вот я там учился, половина уехала в Америку. И говорят они, вот эти программисты, которые обеспечивают программу Microsoft на русском ЭДГе. Между собой. Поэтому такая спорная операционная. Что, поэтому, что? Ну, операционная система Microsoft в сравнении с людьми, в том числе с ее самым... Там много очень людей задействованы. Там индийцев очень много, корейцев очень много, которые занимаются. Microsoft нанимает. Это же капиталисты. Они нанимают тех людей, которые в этом вопросе разбираются. И все. А задача Microsoft – получать деньги. Цель какая у Microsoft? Что вам компьютеры делают? Нет, это у вас цель. Получить компьютеры. У них цель – получить от вас деньги, получить прибыль. Поэтому они развивают производство. Расширяют производство. Но у них задача другая. Поэтому они всячески пытаются закрыть свои программы, чтобы они не распространялись. Понятно, что те русские, которые их создают, они очень просто эти программы взламывают. И здесь они прекрасно ходят и совершенно спокойно распространяются. Если не брать какие-то там государственные учреждения или совершенно формальные вещи. Потому что это относится к идее. А идея, строго говоря, не товар. Товар – это вещь. А если я у вас вот забрал эту книжку, у вас ее не будет. А если я у вас мысль забрал, она у вас останется? Останется. То есть, когда речь идет, если я вот вам что-то сегодня рассказываю, это не значит, что если я вам рассказал и вы записали, то у меня это из головы исчезло. Оно у меня все равно осталось. Поэтому, строго говоря, если понимать, что здесь нет обмена, мне с вас денег взять не за что. Поэтому естественным образом, конечно, преподавание должно быть бесплатным. Другое дело, что как-то преподавателей надо содержать, кормить, это же другой вопрос. Как обеспечивать их существование? Но само по себе движение мыслей не подпадает под категорию товарного обмена. То есть, целью и главным направлением решения национального вопроса является самое тесное соединение и сближение разных наций и обогащение и культурное, и экономическое, и техническое обогащение представителей разных наций. В национальном вопросе не может быть никаких мер принуждения. Поэтому само понятие государственного языка противостоит демократическому пониманию национального вопроса. Что такое государственный язык? Это значит, если вы не на том языке говорите, значит, вас силой заставят говорить на другом языке. А разве можно вопрос о языке решать силой? Это же вопрос культуры, правильно? А не вопрос хозяйственный, не вопрос экономический. Поэтому такого понятия раньше вообще не было, как государственный язык. Но есть язык официальный, язык официальных документов. Но вот, скажем, в Советском Союзе защита диссертации проходила, как правило, вот у нас в университете на русском языке, приезжают люди из Узбекистана. Защищать диссертацию, кандидатскую или докторскую. Вот они в чем-то интересованы, чтобы узнали их научное достижение только в Узбекистане? Если они хотят, они могут на узбекском языке проводить защиту, они могут привлечь сюда за государственный счет переводчиков. И все документы будут сделаны, и в том числе и на узбекском языке. Но мало кто этим пользовался. Но право было обеспечено. Право, да. Если это хочет человек защищаться на узбекском языке, но вот у него, как он не очень выражает свои мысли на русском, то, пожалуйста. С другой стороны, чем было понятно, что если вы хотите, чтобы ваш труд узнали не только в Узбеке, а половина мира, то надо или на русский, или на английский перевести. Ну, в крайнем случае, на немецкий. Почему? Потому что есть вот такие языки, которые позволяют донести ваши мысли до значительной части человечества, а не только для тех, до тех, которые говорят вам о родном языке. Ну, вот это самый главный вопрос, что вот в вопросе национальном всякое принуждение недопустимо. Вот почему решение этого вопроса основывается на признании и о последовательном проведении право национальное самоопределение вплоть до отделения. Но это не задача, а право. А задача самое тесное сближение и соединение. Поэтому приветствуются всякого рода союзы межнациональные и многонациональные. Вот сейчас мы какие имеем союзы? Вот сейчас примером такого союза можно назвать Шанхайскую организацию сотрудничества. В Шанхайской организации сотрудничества сейчас имеется Россия, Казахстан, Китай, Китайская Народная Республика. Туда очень просились Индия и Пакистан. И вот в прошлом году в Шанхайскую организацию сотрудничества вошли Индия и Пакистан. Значит, вот эта Шанхайская организация сотрудничества сегодня объединяет 40% населения Земли. Есть еще одна организация интересная. Обратите внимание, там представлены государства с различным общественно-экономическим строем. Китай – социалистическая страна, в которой социализм не построен, но она еще находится в переходном периоде. Индия и Пакистан – это капиталистические страны. Из этих стран, которые я пересечислил, четыре ядерных державы. Индия и Пакистан – ядерные державы. Китай и Россия – тоже ядерные державы. И вот было интересное событие недавно, проходило совещание министров иностранных дел. На этом совещании министров иностранных дел прошло совещание министров обороны по поводу событий в Сирии с целью выработки единых подходов к решению этой проблемы, которая всех волнует, волнует всех, как бы не разгорелся мировой пожар. Но поскольку это авторитетная организация, там четыре ядерных державы, явно превосходящие по своему паритету ракетно-ядерные Соединенные Штаты Америки, значит, Соединенные Штаты Америки должны с результатами этого завещания считаться. Есть еще одно интересное образование под названием БРИКС. Такая организация, которая включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африю, Сауф-Эфрик. Так, по имени, по начальным буквам этих государств называется эта самая организация БРИКС. Тоже обратите внимание, здесь ключевыми являются Россия и Китай. и они, как бы, гарантируют, что те организации, которые к ним присоединяются, находятся под известной защитой. А чем обеспечивается защита? Ну, вот, скажем, Россия и Соединенные Штаты Америки имеют примерно равный ракетно-ядерный потенциал. А Россия и Китай имеют явно превосходящие. То есть на весь ракетно-ядерный потенциал Китая они превосходят потенциал Соединенных Штатов Америки. Поэтому с такими организациями, которые, как всегда, обозначают только для дружбы и сотрудничества, для развития культурных, экономических и прочих связей, на самом деле они представляют собой организации, которые гарантируют тем странам, которые в них находятся, защиту от той империалистической политики фашистской, которую в последнее время проводят Соединенные Штаты Америки. Опыт Вьетнама, потом Югославии, потом Ирака, потом Ливии показывает, что страны НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки могут, не особенно заботясь о предлогах, под любым фальшивым предлогом начать вооруженные действия и уничтожить демократически избранную власть в какой-нибудь стране. Причем все вот, кроме Вьетнама, который сам по существу, с помощью Советского Союза и с помощью Китайской Народной Республики выиграл войну Соединенных Штатов Америки, кроме Вьетнама, вот если мы возьмем Югославию, Ирак и Ливию, это все страны, во-первых, буржуазно-демократические, во-вторых, светские. Вот после того, как туда приплыли американские авианосцы и прилетели американские самолеты и уничтожили законно избранное демократическим путем правительство, в этих теперь государствах, в Ливии, просто нет государства, там она разбита на какие-то враждующие группировки, и оттуда бегут беженцы и тонут в Средиземном море. А если вы возьмете такое государство, как Ирак, то оно было светским и стало мусульманским. Сирия – последнее светское государство на Ближнем Востоке, то есть если бы не вмешательство России, не помощь России сирийскому государству по его просьбе, то и это государство было бы уничтожено. И я думаю, что ИГИЛ там набрал бы такую мощь, что оно бы представляло собой значительную угрозу уже и России, особенно с Юбы, где у нас имеется республика или большое количество населения с определенными мусульманскими религиозными представлениями. На этом мы национальную тему ставим и перейдем к теме культурной. Что такое культура? Вот поскольку вы музеологи, может быть, вы лучше знаете, чем я. Что такое культура? Музеологи, они в сфере же культуры будут, правильно, работать? Я правильно понимаю, что такое культура? Ну, музеологи-то не знают, что такое культура. То есть предметы культуры делятся на духовные и материальные. А культура что такое? То есть сами ценности, вот эти и есть культура, да? Вот эти материальные ценности собрать, будет культура. Духовные и материальные, и духовные. И духовные обязательно. А как сложить духовные с материальным, не очень понятно. Вот материальные я могу на склад собрать, на склад и на замок. А духовные, библиотеки, запасники, в общем, короче говоря, духовные ценности, книги, картины, ну, в общем, большие надо построить склады и туда все заложить. Там то, что музыкальные записи на дисках, вот, фильмы на пленках, все это собрать и навесить амбарные замки. И написать сверху культура. Для этого надо взять какую-то пустыню, в пустыне все это построить, туда заключить. Так. Что-то не нравится вам такой вариант. Это уже не нравится. То есть, вот, я думаю, вы не первый раз уже обращаете внимание, что люди, которые, ну, не занимаются философией, они как-то пропускают этот момент, что по понятию, вот о чем идет речь. И не знают определения. Определения. А раз не знают определения, они не могут потом достаточно ясно понимать, что тут можно и нужно делать, как совершенствовать, как развивать. Потому что если мы не понимаем, что это такое, то мы не понимаем, как это развивать, преобразовывать, улучшать. Значит, культура, прежде чем делить ее на материальное и духовное, она должна быть определена как целая. Вот, культура – это накопленный опыт человечества. Обратите внимание, опыт человечества не то, что является результатом только деятельности человечества. Человечество чего только не делало. И оно делало и красивое, и вредное, и хорошее, и ненужное, и так далее. То есть, вы знаете, что строили прекрасные, может быть, храмы и какие-то прекрасные дворцы, а еще строили газовые печи и убивали людей. Вот поэтому, если вы просто будете собирать то, что делало человечество, то вы будете собирать то, что является свидетельством того, что человечество развивается, и свидетельством того, что оно еще не развито. И так вот, когда мы говорим опыт, опыт человечества, опыт материальный, опыт, он воплощается, прежде всего, в средствах производства, в соответствующих предметах, в тканях, в одежде, в домах, в сооружениях, и так далее. Это опыт человечества, материальный. А духовный опыт человечества, он выражается в книгах, картинах, и так далее, в передачах, выступлениях. Правильно? В деятельности артистов, которые могут нигде больше не воплощаться, он этот опыт же передается и накапливается. Причем кумулятивным образом, скажем, существует театр, и этот театр является рассадником как раз этой культуры. То есть люди туда приходят, и они там, в рамках этого театра, если это большой театр, то там развивается балет, или у нас, Мариинский театр. И все прекрасно знают, что Мариинский театр, это, ну, можно сказать, вот такой, не просто это хороший театр, а это как раз такое учреждение культуры, где культура творится, и где ростки культуры развиваются, и быстро растут. И откуда выходят новые таланты в области культуры. То есть опыт, потому что неверного, неправильного, нехорошего, много было сделано за всю историю человечества. И из этого извлекается опыт, и этот вот весь опыт, и что надо делать, и что не надо делать. Вот все это входит в содержание культуры. Что делать, и что не надо делать. То есть культура, в нее одно входит с плюсом, так сказать, с положительным знаком, а другое входит с отрицательным знаком. То есть понятие культуры предполагает общественную оценку деяний человеческих, и эта общественная оценка должна быть дана и закреплена. То есть отдельные люди дают субъективные оценки, а с ходом истории эти оценки закрепляются и очищаются, там неверные оценки сменяются верными, и они, наконец, становятся все более и более прочными. И вот этот процесс идет, и изучение культуры делает человека более опытным. Того человека, который личного опыта, своего, большого не имеет. Можно стать опытным за счет того, что он приобщается к культуре человеческой. Вот приобщение к человеческой культуре делает человека опытным. Опытный человек не делает старых ошибок, не делает глупостей. Опытный человек использует свой опыт для того, чтобы развиваться дальше, творить дальше, развивать культуру, двигать эту культуру. И мы с вами говорили, и возвращаемся не случайно, вот у нас сегодня последняя лекция к понятию музея, а музей – это такое общественное учреждение, которое собирает объекты культурного наследия, любые, материальные и духовные, которое их сохраняет, которое их изучает, исследует, и которое их пропагандирует. И через них способствует развитию культуры общества, культуры человечества. А что касается классовых моментов, если вы, скажем, возьмете какие-нибудь известные оперы, спектакли, там везде прослеживаются те или иные войны или классовые противоположности, в культуре они угасают. Культура – область прекрасного, в культуре они угасают. Если это опыт, то этот опыт пригодится всем. Когда мы говорим, что при феодолезме кто-то кого-то угнетал, то когда мы говорим о прекрасных произведениях, о принцессах, то вот все девочки, они мечтают быть принцессами, и никто не мечтает быть золушками. А золушками, если и мечтает, то потому что наконец нашелся такой царевич, за которым она вышла замужем. То есть тут не может быть такого примитивного подхода к культуре. И если мы в политике очень строго держались и в отношении права, и в отношении других государств, держались очень строго классового понятия, этого отношения культуры. Конечно, культура не вне политики, политика влияет на культуру, но культура сама по себе является такой областью, где вот эти классовые моменты, они как бы уходят в прошлое, угасают. Она для всех. Все должны на нее опираться и из нее исходить. Поскольку жизнь человека коротка, а жизнь человечества, она бесконечна. Бесконечна, потому что она будет продолжаться. До нас была и после нас будет. И поэтому, если человек хочет продолжать деятельность человечества, то есть быть в высоком смысле человеком, он должен стать человеком культурным. А никакого другого способа стать культурным человеком, как приобщаться к культуре, нет. А кто об этом ему должен помочь? Вот присутствующие здесь граждане музеологи. На вас одна надежда. Некоторые вот к концу лекции остались два музеолога, куда все остались, пали и жертвы в борьбе роковой. Куда-то делись. Они, конечно, всплывут на экзамене, и опыт человечества показывает, что товарищ, если не будут чего-то знать, то они тогда хороших оценок не получат. Мы со своей стороны используем средства современной культуры, вот они при вас, и по возможности выкладываем те лекции, которые могут посмотреть и те, которые их не видели, или посмотреть те, которые из-за них присутствуют, и повторить те вопросы, которые нужно повторить перед экзаменом. Так что мы благодаря товарищам, которые записывают и выкладывают, вкладывают на канал Фонда Рабочей Академии, мы предоставляем вам возможность при подготовке к экзамену посмотреть, вернуться к этим темам и посмотреть эти лекции и освежить то, что еще не вполне волевалось. Ну вот это касается культуры. Теперь вопрос, последнее у нас, цивилизация. Я тоже, поскольку вы тут близки к цивилизации, цивилизованные люди, музеологи, могу и спросить, может быть вы знаете, что такое цивилизация? Вот как вот, что это такое? Вы, наверное, уже заметили, что вот определение давать, понятие давать непросто. То есть, говорят, говорят, сколько угодно можно говорить. А что это такое, цивилизация? Ступень общественного развития, что это? Ступень общественного развития. Ступень. А потом, сколько же этих ступеней? На той я ступени нахожусь, как вы узнаете, непонятно. Ступень развития. Есть, например, ступень и дикость, варварство и цивилизация. Да, это вот один есть аспект. Цивилизация именно берется, как определенная эпоха в развитии человечества. То есть, вот варварство, дикость, варварство и цивилизация. Тогда начинаем мы ее с учетом каких культурных достижений это цивилизация. С чего начинается? Когда кончается период этой варварства и начинает цивилизация. С возникновением чего? Ну вот можно считать, что если человечество не имело... Вот язык оно имело иначально, да? А письменность оно вот когда получило? Ну, довольно поздно, не скоро. Вот является признаком перехода к цивилизации наличие письменности, да? Письменной культуры. Вот не было письменной культуры, это значит, что пока ее нет, возможность распространять достижения науки, образования. Достижения культуры очень были ограничены. А если появилась письменность, то появилась возможность... Ну, кто переписывал вот эти замечательные произведения, которые создавались? Ну, сидели монахи и переписывали. Сейчас, конечно, это быстрее делается. И у нас вот у каждого в руках есть средства и записи. Письменность такой громадный был, а шаг в человеческом развитии является одним из признаков цивилизованности, да? Когда люди получили письменность, обрели ее, тогда они могут считаться уже цивилизованными людьми. Но тут есть еще один аспект, который очень широко представлен в литературе и даже в виде таких антагонизмов, я сказать, как вот мы будем пользоваться формационным подходом в изучении общества или цивилизационным подходом. Есть, так сказать, есть вот не только исторический подход, географический. Есть западная цивилизация, есть восточная цивилизация, да? Вот, говорят, страны Востока, у них своя цивилизация, а у западных стран своя цивилизация. То есть тогда здесь уже вопрос о письменности не главный, а вопрос географический и исторический главный, да? То есть по-другому складывались события. Но наше изучение с вами показалось, что если мы изучаем развитие историческое на основе развития производства и рассматриваем общественно-экономические формации, то они показывают единый ход развития истории, если пользоваться формационным подходом. Ну вот, некоторым товарищам это не нравится, они говорят, давайте мы не будем пользоваться информационным подходом, а мы будем пользоваться цивилизационным подходом. Вот это одна цивилизация, это другая, это третья, и здесь целый коллегасок представления, вот много цивилизаций. Это цивилизация южная, это цивилизация северная, это цивилизация американская, южноамериканская, это цивилизация среднеазиатская и прочее, прочее. А что, вот, можно сказать с этой точки зрения, как можно соотнести решение вопроса о том, какой формации относится та или иная страна с вопросом культуры, национальности, истории. Вот обратите внимание, при всей важности тех проблем, которые мы с вами рассматривали, которые связаны с рассмотрением исторического движения с помощью категории формации, категории формации принимает, уберет, отражает культуру или нет? Нет. Только культуру в смысле средств производства, правда? И навыках работников культуру. То есть говорится, что есть политика, есть право, есть настройка политическая, но как сам этот культурный аспект, то здесь он не рассматривается. Дальше. Вопрос, исторически берется? Нет. Мы не говорим, с какого года по какой, мы говорим, что вот есть формации, которые идут одна за другой. А когда, в какое время появляется соответствующая формация? Это вопрос, относящийся к истории, а не к движению формации. Теперь, когда мы говорили о формации, мы национальный аспект учитывали, нет. Понятие формации, что есть базис, и настройка, и все. Какая там национальность, это не имеет существенного значения. Для решения вопроса о том, какая это формация. Получается, что нация, культура и история, это вот такие очень важные моменты, которые категории формации не выражены. Какой из этого следует вывод? То есть неверно рассматривать движение истории, как движение, которое проходит такие ступени, которые выражены формацией, или недостаточно это рассмотрение. Я думаю, вы понимаете, что это рассмотрение формационное является необходимым для правильного понимания истории, но недостаточным. Почему? Потому что такие важные аспекты исторического движения, как национальные, как исторические и культурные, они тогда остаются в стороне. А, следовательно, цивилизацию можно рассматривать не только в смысле вот такой ступени, на которую зашло человечество, теперь у нас все время все у нас уже цивилизованные люди. Хотя вот вы можете послушать радио «Эхо Москвы» и узнать, что вот во всех цивилизованных странах делают вот так, с намеком на то, что у нас страна России не цивилизованная. Не слышалось? Не удалось вам? Такое слышать? Действительно, вот во всех цивилизованных уже в странах сделано, а мы вроде дикарей. То есть такой намек на дикарский характер России, который первый запустил в космос человека, он все время делается, постоянно, можно сказать, с некоторыми средствами массовой информации. Но тут идет разговор другой, тут идет речь не о вообще ступени, как вы правильно сказали, это вот такое деление на ступени очень важное, оно остается. О том, насколько целостным является рассмотрение формационное, оно не является вполне целостным. Это мы должны зафиксировать и сказать, что вот если мы изучили движение общества, как движение от одной формации через другую формацию, третьей формации, это еще не целостное рассмотрение, а надо взять развитие общества во всем богаче его составляющих. вот наиболее богатой категории, которая дает картину общественного развития, является категория цивилизации. Почему? Потому что в понятие цивилизации входят и исторический момент, и национальный момент, и культурный момент. То есть, вот вы начинаете изучать какую-то страну, надо сначала определить, какой там способ производства, определить, какая формация, и на какой стадии она находится, эта формация, на стадии становления этой формации, или на стадии наличного бытия, или она на стадии перехода в другую. Но потом нужно принять во внимание аспекты культурные, национальные и исторические. И только когда вы взяли и первый, и второй, и третий, вот тогда вы изобразили общество во всем богаче его составляющих. И вот вы тогда его представили как цивилизацию в целом. Они просто выбрали самое важное, основное. Ну, это понятно, что самое важное, основное. Вот, как говорят, хлеб – это самое основное, но не хлебом единым жив человек. Так и в отношении философского подхода. Одно дело, и исторического подхода. Самым важным, конечно, является производство. Оно является определяющим. Оно является фундаментом всего общественного развития. Ну, нельзя же видеть только один фундамент и акцентировать внимание на том, что он важный. Надо, чтобы на этом фундаменте было построено, и чтобы шло это развитие. То есть надо взять это развитие во всем богатстве его исторических, национальных и культурных, в том числе, составляющих, не изымая ничего того, что характеризует общество в целом. Вот тогда вы представите общество, или, скажем, жизнь той или иной страны, уже не просто как формацию, а как цивилизацию. Вот это другое, немножко другое понимание цивилизации, которое то не зачеркивает, это деление, так сказать, определенное историческое, историками примененное, оно и остается. Когда человечество вышло из состояния, там, дикостью варвара, и вот перешло в это состояние цивилизации. Но сама-то цивилизация, в чем она состоит? А вот она представляет собой богатство всех важнейших составляющих, как материальных, так и духовных. И вот это нужно иметь в виду, когда мы рассматриваем вопрос о цивилизации. Ну вот, собственно, на этом мы можем и завершить наш курс. Вот я могу сейчас вам на какие-то вопросы ответить, на которые у вас сейчас не будет, то вот 7-го числа в 11 часов, 7-го июня в 11 часов в аудитории 70-й будет консультация. И я отвечу на те вопросы, которые у вас будут в процессе подготовки, а 15-го июня в 11 часов в 64-й аудитории состоится экзамен для модеологов. Так, теперь что касается экзамена. Значит, вопрос я вам давал. Значит, вы выбираете два вопроса, пишите на них два письменных ответа в объеме примерно страница. Почему страница? Не надо писать туда то, в чем вы не уверены. Если вы хотите представить свои знания, то не надо вписывать туда незнания. Поэтому не надо стремиться к большим масштабам. Но если вы что-то вписываете, так вы за это не ищете ответственности. Вы можете писать с пониманием издания. Это раз. А можно ли это на каждый вопрос, да? По одной страничке на каждый вопрос. Вы выбираете сами, но экзамен-то идет по всему курсу. То есть, вот я, если вы выбираете сами, я оцениваю по тому, если вы любимые вопросы взяли, их вот хорошо отвечаете. Ну, возможно, вы и другие вопросы знаете. А если вы любимые вопросы взяли и отвечаете на них плохо, тогда уж не любимые нечего и проверять. То есть, в этом такой способ принятия экзаменов, он, с одной стороны, такой хороший, то есть, вы сами выбрали, а не я вам назначил. Но он накладывает на вас определенную ответственность. Если вы выбрали, так вы отвечаете на эти вопросы как следует, поскольку они для вас любимые. Ну, в принципе, наверное, вы понимаете, что в науке нету таких ученых, которые знают все. Ни кандидатов, ни доторок, ни академиков. Правильно? Каждый что-то знает, больше, что-то меньше. И вся система проверки, дальнейшая уже, которая выходит за рамки студенческие, она сводится к тому, что, конечно, вы сами выбираете тему курсовой. Правильно? По согласованию с кем-то, но вы же, потому что это ваше детище, и вы должны его любить то, что вы будете писать. Если вам это не нравится, как вы будете это писать? Это раз. А если это будет тема кандидатской, то же самое. Кто выбирает тему кандидатскую? Ну, прежде всего, тот, кто пишет кандидатскую диссертацию. Ну, а докторскую, тем более, кто пишет докторскую диссертацию. Кто это может вам выбрать за доктора наук, или за человека, который хочет стать доктором наук, тема его докторской диссертации. Это его воля, его желание. Поэтому это, так сказать, вот вы уже сейчас к этому приобщаетесь, то есть вы сами выбираете, но и ответственность несетесь за то, что если вы это выбрали, так вы должны это представить, продемонстрировать на этом, на экзамене, что нужно продемонстрировать, что вы знаете этот предмет, что вы разбираете, вы понимаете. Все нельзя объять, необъятно, но что-то можно, так сказать, подготовить так, чтобы можно было спрашивать. Тем более, что сам наш курс, он не столько содержит много всяких понятий, сколько он ключевые понятия, рассматривая, ключевые, и ключевые, конечно, понятия. Если на тему государства мы читаем целую лекцию, значит, надо знать, что такое государство, правда? Как минимум. или если речь идет о классах, то, естественно, знать, что такое класс. Если мы говорим о том, что такое развитие, надо знать понятие развития, знать, что такое прогресс и что такое регресс. Если мы говорим о революции, то надо дать определение революции. Я встречаюсь постоянно с тем, что человек не может спрашивать, что такое революция. У нас об этом тоже был обстоятельный разговор здесь. Что такое революция и чем она отличается от любых других скачков, прыжков и изменений. Потому что изменений может быть много, а революции мало. В том числе и в технике очень мало революции. Когда вот так перевернулось все. Нет, ничего не перевернулось. В технике никаких особенных. Сейчас некоторые рассуждают про цифровую экономику. У нас даже будет министр цифровой скоро. Но производительность света не растет. И растет очень медленно в России. Поэтому это тянет на революцию техническую? Не тянет. Потому что революция – это что такое? Это не просто какой-то скачок или не просто какое-то изменение. Это такой переворот. А где переворот? Как резали, так и режут. На таких же станках. Ну, управление приделали программное. Так человек налаживал сам, а теперь есть программа, соответственно, и программой делает этот станок. А что нового в изготовлении? Ничего особенного нового. Вот, говорят, печатать будем на принтере 3D. Вот вы можете пойти в политехнический университет, там прямо садик есть. В этом садике есть для студентов технопарк. И там можете посмотреть на этот 3D принтер. Он печатать будет вот такую детальку пластмассовую, методом таким, что он каждый раз слой такой наносит на соответствующий уровень. Будет долго-долго это будет печатать. Естественно, это никакие требованиям прочности отвечать не отвечает. Что? Что вы, где вы видели? Видели? Где вы видели? И что там напечатали на нем? Я имею в виду, это же не печатание, а изготовление, метод печатания. То есть накладывание этих дополнительных слоев и что сделали из-за скока времени? Ну скажите. Какую деталь делали? Что я увидела, например, они начинали там выкид, печатать или одежду. Что делали? Печатать одежду. То есть, а где-то накладывалось там с определенным кусочком? Ну, сколько времени печатали? Вот какую деталь, сколько времени печатали? Ну, меньше дня тоже. Меньше дня? Да. Ну, а сколько сейчас деталь такие делают на заводах? Меньше секунды. Ну, при этом стоимость же разная. Я говорю, меньше секунды. Что разная? Стоимость? Да. Да у нас, если то, что печатается меньше секунды, стоит вообще грошей. Вы не обратили внимание авторучки, которые вот заряжались, раньше ходили? Они же вылетают, как патроны, так сказать, из пулемета. Это совершенно несравнимо. Это все, это картинки пока. Это не похоже. Это никакой технической революцией не является. Нет, вы же не сидели, например, я еще видел проект, где человек себе... Вы видели проекты, а вы возьмите и посчитайте проценты изделий, проценты изделий, которые сделаны таким способом в экономике. Вы видите, нули, нули, много-много нулей после запятой. Много-много нулей. Вот правильный подход. Я же вам рассказываю о том, что такое революция. Вы мне рассказываете сказки. Революция, что такое? Революция – это переворот. Это когда большинство изделий делается методом 3D принтера. Это революция. А когда некоторые изделия делаются, это выставка. И она и в советское время была интенсификацией 90-х. Называлось это другими словами интенсификцией 90-х. То есть показывают, а нигде это в производстве нету. И оно это все не развернуто в производстве. И нигде это не представляет собой основу производства. Это не фундамент, а орнамент. А это нужно стать фундаментом. Где это фундаментом является? Где фундаментально таким образом изготавливается? Нигде пока. Есть отдельные образцы. У нас есть такие образцы, когда спекают из металлического порошка, делают прямо детали. Не надо ничего резать и не надо ковать, ничего не надо штамповать. Берут порошок и под большим давлением, в хорошей форме, под таким большим давлением спекают, получается, хорошая деталь. Ничего не надо, ничего не надо, никаких отходов, никакой стружки не надо, никаких нагреваний. И сколько таким образом делают? Ноль целых и много-много нулей после детали. То есть, поэтому это пока на уровне разговоров. Надо отличать замыслы, задумки. А когда речь идет о технике, не науке, а о технике, то технической революцией является тогда, когда более 50% так делается. Производимых продуктов более 50%. А если нет более 50%, это не переворот. А раз не переворот, то и не революция. Потому что революция – это переворот. Понятие революции высокое должно быть. А вот если вы на экзамене будете такое понятие революции давать, что червяк ползет, то это двойка. Ну, ползет, конечно, червяк. Медленно ползет, но на революцию не похоже. Поэтому революции всегда было мало. За всю историю человека. И в науке, и в технике. Вот вы сейчас бы пришли на руках, это была бы революция. Заходите вдруг так вот на руках. Некоторые люди спокойно ходят. А вы опять пришли, как на прошлую лекцию. Какая же это революция? Никакой революции нет. И я как сидел, говорил, так и опять говорю. Ну, хорошо, записываю. Это что, революция? Это не революция. Какой переворот? Так то, что я говорю, если бы они совсем другое передавали уже. Я одно говорю, все уже исправлено. Дополненное улучшено. Это я понимаю, это революция. А какая тут революция? Это называется эволюция. Понятие эволюции, то, что вы хотели рассмотреть, о чем вы говорите. Это эволюционное развитие. А как вы понимаете эволюцию? Вот вы у вас развитие, лично у вас эволюционное или революционное? Вы же изменяетесь, развиваетесь. Ну, то есть, вот хорошего становится у вас все больше, плохого все меньше. Это что, эволюция или революция? Революция – это необыкновенное что-то такое. Коренное изменение. Какое коренное изменение проходит? Не у вас этого нет, не у меня этого нет. Пришли бы с ножом, меня убили. Это было похоже на революцию. Дескать, что-то такие вопросы задают. Но это было бы больше похоже на контрреволюцию. Но это что-то такое, какой-то переворот был. А ты это что такое? Ну, хоть не убили, но стукнули по голове чем-нибудь тяжелым. Что-то такое необычное. Революция – это же… Ну, все равно не переворот. Ну, и что? Ну, ударили. Сейчас тоже никем уже этим ничем не удивишь. То там стреляют, то там убивают. Где тут революция? Тоже не революция. Не подпадать. То есть, надо понимать, что каждое понятие надо брать именно как это понятие, соответствующие его смыслом. А не соответствующие тем, что вот есть примеры того, что чего-то там медленно улучшается. Ну, улучшается. Медленно улучшается, только у нас было 2% БВП. Потом раньше было в 90-е еще годы 6% БВП, а сейчас 1,7% БВП. Вот вам и ситуация. У нас идет уменьшение доли российского производства в мировом производстве. Вот что надо нам знать, к сожалению. И на этом фоне тогда многое станет ясно, что происходит у нас в России. А для того, чтобы это вот замазать, эти обстоятельства, у нас идет сейчас рост населения российского или сокращение? Сейчас идет сокращение населения России или рост? Нет. За 17-й год смертность превышает рождаемость. А почему так об этом мало пишут? Да потому что что хорошего писать-то на эту тему. Никому не хочется об этом говорить. Вот вы, допустим, ничего не пишут, вы и читаете, что идет рост. А те люди, которые читают и знают, что было, они знают, что идет по-прежнему, причем это превышение смертности над рождаемостью идет в 90-х годах. Вот все советское время рождаемость вот шла вот так, а смертность шла вниз. А начиная с 90-го года вот такое изменение кардинальное произошло. Рождаемость вот так пошла вниз, а смертность наверх. Они пересеклись, и смертность превышала рождаемость. Вот за эти 20 лет, с лишним почти 30 уже из 90-х, вот уже более-менее выровнялось. Где-то сейчас ненамного смертность превышает рождаемость. Ну вот даже выборы были президента. Как вы думаете, если бы у нас рождаемость превысила смертность, вышел бы Владимир Владимирович, видимо, белым, и сказал бы, за время моего правления, наконец, рождаемость стала выше смертности. У нас механический прирост населения в России. Приезжают русские из-за границы или нерусские становятся гражданами России. И это начинается, прежде всего, с техники и с экономики. Если экономика так ползет, какие темпы роста экономики? Больше процента или меньше процента? Вот в Соединенных Штатах Америки, которые мы их критикуем, и подсправедливо их критикуем, но там 2,9. А в России, которая молодец, правильно борется, она в захватнической политике американских капиталистов, а в России у нас и одного процента нету, одного процента нету роста экономики, значит, нет никакого улучшения. У кого нет улучшения? У трудящихся. А у кого есть улучшения? У миллиардеров. За прошлый год, 17-й, на 22 процента выросло количество людей в России, которые имеют более 500 миллионов долларов. Вот официальные данные, опубликованные в российской газете. Я вас информирую. Порадуйтесь за них. Это действительно революционное. На фоне такого ползучего развития экономики на 22 процента выросло. А если взять годом раньше, то количество долларовых миллионеров выросло на 10 процентов, а долларов-миллиардеров на 11 процентов. А если вы возьмете доходы граждан, в том числе сюда включаются и стипендии, то реальные доходы граждан сократились до 90,5 процентов от уровня 2013 года. Вот вам картина развития современного российского общества на этапе капитализма и в современных условиях. Это надо все видеть, знать и понимать. Тогда это будет давать возможность правильных оценок тем или иным деятелям, лозунгам, обещаниям и прочим. У нас есть государственный сектор, в котором 70 процентов производится. Никакого плана этого государственного сектора нет. Это единственная монополия, можно сказать, в которой нет плана. Вы знаете еще какую-нибудь монополию в мире, у которой бы внутри единой монополии плана не было. Поэтому отдельные предприятия, действующие в этой монополии, занимаются тем, что увеличивают зарплату своим руководителям и тем самым уменьшают количество прибыли, которые поступают в государственный бюджет. И все. А доходы несравнимы с теми, о которых идет вообще речь у трудящихся. Скажем, члены правления Роснефти получают 24 миллиона в месяц рублей. Члены правления Газпрома получают 11, 15. 15 миллионов в месяц. Члены правления ООО РЖД, которые повышают все время тариф на проезд, 5, это бедняки, они 5 миллионов в месяц получают. Поэтому у нас такие вот есть картины. А мы должны взять с вами всю нашу жизнь, во всем богатстве ее проявлений. Мы должны видеть и отрицательный момент, и положительный обязательно. И видеть то и прекрасное, и хорошее, и отличное, и ростки нового, вот на которых вы настаиваете эти ростки, там где-то кто-то быстро печатает, пусть еще быстрее печатает и больше. И чем быстрее и больше будет это делаться, тем быстрее мы выплывем из такого положения, в котором находится Россия. Оно у нас непростое. Пожелаю вам успеха, успешной издачи экзаменов. И готовьте вопросы на консультацию 7 июня в 11 часов в аудитории 70. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok